добрый день дорогие друзья добрый день на нашем канале каждый день добрый день канале жизни нашей семьи интересных путешествиях удивительных открытиях хороших людях добрых и прекрасных маленьких девочках аня меня зовут олег снимает лора улыбается аня и что-то бормочет на своем прекрасном младенческом языке мы встречаем радостно пятницу пятницу еще одной уходящей недели 2023 года идем гулять идем на встречу новым открытием сегодня у нас необычный для последнего времени наших для последнего года нашей жизни момент когда лора от нас уезжает мы остаемся с анюткой а мама наконец таки вырвется в город петербург кто не знает мы живем в славном городе кронштадт на заднем плане прекрасный кронштадт и вот сегодня лора наконец-таки сможет вырваться одна без нас без а не в город мы же останемся сторожить кронштадт чтоб все здесь было хорошо и конечно же по тубом с огромным интересам вместе с вами дорогие зрители посмотрим где была лора что она увидела что она открыла в прекрасном петербурге в этот раз и удивимся всему этому так что давайте смотреть этот сюжет так что начинается наше свое путешествие немножечко необычно дописывать блог одной обычно я совсем редко бывает да я уже осталась бегомая сейчас вместе с вами поедем на бачку не научу покажу бачку расскажу о своих планах что я планирую делать в этот день сейчас покажу что погода сегодня прекрасные тепло не как никогда везет никогда не воспринимала василиостровскую как место где можно погулять раньше такой сквер был забулдык каких-то одурманенных личностей но сейчас все меняется открываются различные заведения ранее мы показывали василиостровский рынок в котором сделали такой стритфуд где куча модных кафешек улица это немножечко почистилась видоизменилась также радует что на окраине василиостровской открывают различные арт заведения но сегодня мы как раз таки с подругой я ее жду через минут 15 подъедет пока я вам показываю ваську как раз мы сегодня поедем в порт севкабель находится он как поняли по названию на берегу реки невы это было раньше такая промзона где выпускался собственно кабель названию все понятно и даже скажу больше на этой территории я раньше работала сдавали офисы сейчас сделали некое такое пространство где проходят различные выставки сегодня мы как раз таки идем на выставку посвященную балабанову не помню точно название приедем там покажу кто не знает один из наших наверное наикрутейших режиссеров который снял брат я тоже хочу ну такой спорный фильм груз 200 и его не смогла заставить посмотреть может быть все впереди и выставка как раз таки посвящена его творчество также порту зимой есть каток летом там огромная терраса на берегу реки ходят прогулочные катера еще проводится йога мастер-классы не знаю очень много кафешек проходят фермерские маркет и барахолки в общем кучу кучу разным молодежной движухи ты там всегда много людей весело задорно и там давно не было и года два посмотрим как там все изменилось там окро помню огромный был крытый потом называется роллер-дром где еще на скейтах катается такое создали пространство для молодежи где можно прийти вкусно поесть хорошо провести время такая наша васька также на ваське есть эрарта это музей современного искусства там по моему четыре или пять этажей где выставляется бесплатная реклама на нашем канале барбершоп и они также различные выставки зарубежных современных художников и что меня радует это галерея нормального современного творчества не просто там у кого-то крови кровь из носа пошла или что-то там кого-то стошнило это именно искусство которое можно понять сейчас мы с вами найдем какую-нибудь уютную кафешечку о а здесь раньше был ресторан счастье теперь ферма так это все меняется посидим у меня васька всегда ассоциируется с достоевским так вот кажется что сейчас из-за угла будут герои из книги точно из романа униженные оскорбленные дело как раз на ваське в основном происходило ваше старинное как сейчас помню в общем-то я никогда здесь особо не гуляла я здесь работала и старалась как-то быстро быстро уехать хотя у меня здесь живут друзья знакомые я в гости но вот как-то желание гулять наслаждаться здесь архитектуры у меня никогда не было я не любитель васьки я скорее больше люблю петроградку петроградка да это могу гулять часами она такая какая-то магическая таинственная и даже вот сейчас знаю достаточно хорошо петроградку я могу там заблудиться она обладает такой вот таинственностью она завлекает увлекает куда-то может быть мы сейчас как раз таки и дойдем до этого современного рынка я там выпив кофе современный рынок хорошо звучит рынок который переделали современное модное заведение я встретилась с подругой сейчас она покажет мастер-класс парковки и мы пойдем на выставку мы недалеко от кожевиной линии покажу там вдалеке мост идем наслаждаться жизнью я здесь была последний раз летом когда они только открылись потом у меня случилась анюта балабана я здесь была на гаражке а так наверно когда там ничего не происходит оно и закрыто да там тишина темнота что сначала наверно на выставку да потом по территории да а а здесь же раньше снизу у них как раз таки и маркеты проходили небольшая часть видимо осталось да что это ароматы или что до духи крафтовый я узнал что у меня есть огромная семья и тропинка и лесок в поле каждый колосок ведь небо голубое это все мое родное это родина моя всех люблю на свете я ну вот мы уже внутри стоим из билетов на выставку балабана выставка путешествия 600 рублей будний день выходные аж 1000 бэнкси выставка отдельно оплачивается неожиданный экспонат это знаешь у нас все бабушки в кронштадте так выглядят нам выдали наушники начинаем обход выставки интересно и здорово и самое главное что можно говорить на выставке тоже тебя никто не слышит сопровождает тебя музыка в наушниках и рассказы так здорово когда на выставке тебя сопровождает голос автора и рассказывать тебе произведениях с музыкой с историями о жизни интересно просто так бы смотреть фотографии было бы не так любопытно сейчас наушниках тиканье часов знаете как такое напоминание что время от нас уходит жизнь надо проживать не то что ярко как то чтобы было в конце не печально и не грустно чтобы было что вспомнить улыбнуться воспоминаниям не сказать а все-таки были было чертовски хорошо так классно что и всякие вот такие аттрактивные моменты можно куда-то заглянуть глядеть замочную скважину так сказать окунуться в историю героя еще выставка конечно впечатляет как-то по описанию и по фотографиям я не думала что настолько будет интересно что настолько окунешься в атмосферу классно конечно без текстового музыкального сопровождения аудио сопровождения все кажется не так интересно не хочется передать атмосферу может это кого-то сподвигнет сходить на эту выставку самым внимательным привет мы оказались в фильме балабановы всем привет из фильма так вот каждый день добрый день попадает в кино в выставочном зале есть окно живота же специально оставили таким грязным серым и мытым можно посмотреть на питер на него так в атмосфере выставки конечно это все в наушниках сейчас играет земфира я искала тебя это инсталляция про кармадон где погиб ссор Фильм «Морфий», кстати, один из моих любимейших фильмов. Уделюсь своими впечатлениями о выставке, пока свежи. Вспоминания, скажем так, о комиссии. Мне очень понравилось, действительно, настолько погружаешься в атмосферу всех фильмов. Переживаешь вместе с героями всё по-новой, смотришь на фильмы глазами режиссёра. То, что ранее не замечала, подмечаешь, и, наверное, надо присмотреть все фильмы. Закончилась выставка. Мы провели здесь два часа. Теперь отправимся в мир современный. Я думаю, что вечером здесь классно, конечно, всё подсвечено. Ещё новогодние огонечки. Совершенно другая атмосфера праздничная. Я думаю, что после Балабанова немножечко так погружён в себя. Переосмысление какое-то. Мне кажется, настоящее кино должно заставлять думать, что-то менять в себе, в своём окружении. Наверное, делается нас лучше. Кино готово. Осталось только снять. Что-то в холоде, каких-то маечков, кубашечков. Я себе представляю. Я бы там, не знаю, через минуту уже и доход. Я думаю, это творческий процесс, который, наверное, поглощает настолько, что ты всего этого не замечаешь. А это морской вокзал, да? А он, интересно, работает вообще или так номинально находится здесь? Что-то не знаю. А, там рыбаки вон сидят. Ага. Видишь? Углой. Там толпан. А, точно! Там на льду! Честно, честно. А вот там человек стоит на соседке ведёт просто. На льду куча народа. Наверное, его и спасает. МЧСник. А, его там на льду. Обалдеть. Они, наверное, просто как раз-таки стоят. Офигеть, конечно, наш народ непобедим. Ой, теперь лёд тает. Ему ничего не страшно, да? Сейчас мы с ним в заведении. Ой, там красиво так? Да. Да, мы решили. У нас резко поменялись планы. Решили пробовать кофе. Ага. Ага. Ты вас не будешь? Да. Как у нас там? Да, сейчас. А можно у нас поздно? Нет, это покупание. Там концертные площадки дальше ещё есть. О, да. Там рейвы сейчас проводят. Сейчас диджей приезжают со всей страны. Концерты какие-то, да. Музыка. Рейвы сейчас. Снова рейвы сейчас. Хорошо, да, вот. Лейла, подтверди, что я с вами сегодня была, а не одна гуляла. Но это видео для Ютуба, да. Я тут на фотке фонзирую, стою. Ну, увидишь себя на нашем канале. Сейчас я засниму. Мы приехали скушать по десертику. Да-да-да. Конечно, очень красиво всё оформлено. Мы пофотографировались, подурачились. Вот такая вот кафешечка с авторскими десертами. Ну, классическую, пожалуйста. Классическую кукушку и кукушку. Такая приятная атмосфера. Здесь ещё лежат на столах книги различные про искусство. Можно не просто есть пирожки, но ещё расширять кругозор. Смотрите, какая красота. Принесли наше десертики. Вот как вот это вот можно есть, а? Это же жалко. Она же как живая. Какой меня. Я лягушку ей десертную жалко, а крыску ей съевшую кальций. Не жалко. Ну, во всяком случае, лягушка же у меня дома поберла. Не воняет, да? Чтобы она не ела, но не воняет. Да, про крысу надо будет рассказать. Это была ужасная история из нашей жизни. Водка Тайгун офигенная. Самая офигенная, которую я уже была. Классно. Это прям райское местечко такое. Вечер обещает быть дома. Меня Олег отпустил еще на часик. Здесь их деликатесы продаются. Вот это да. Это заведение в Dine and Wine. Фишка этого заведения в том, что можно купить бутылку вина, алкоголя по ценам магазина. И либо забрать это домой, либо выпить здесь. Вот уже только что сказала на лестнице. Стоимость. Мы пойдем? Да, да, да. Боже, это рай. Божечки. Божечки. Класс. Вот это да. Вот это да. Здесь так тихо и хорошо. Что-то там говорила, надо три года не пить, да, чтобы что-то править почувствовать. Она послушала неправильных людей. Странного человека, и мне показалось, что очень интересным. Классное заведение выбрали. Здесь несколько этажей. Классно. Мы решили, что мы не голодные, поэтому взяли пиццу. Как тут хорошо пахнет. Это прекрасное пиццу. Прекрасно. Пиццу же принесли. Ой, это есть. она прям как и странная птица Молодец, молодец, давай еще, еще давай Красиво поешь, очень Браво, браво 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 Эти Субтитры подогнал «Симон»